всем привет добро пожаловать на эфир с вами хана зельцер и сегодня мы с вами поговорим о том а как бы мы после того что так поступил царь вели себя с ним да а как именно мы разберем с вами мы разбираем танью которая была вчера мы с мужем как раз они говорили я сказала что она очень очень интересно и захотела поделиться этим здесь всем шалом хорошего вечера привет спасибо большое что нашли время что подключаете что вам интересно и что правильно мы пользуемся своей техникой тем что нам дал всевышний что мы выделяем свое время и учимся это очень очень важно это например да всевышний нам дает что-то и мы сами выбираем как нам это использовать да я могу взять мой телефон чтобы посидеть просто в фейсбуке полистать ленту или я могу взять мой телефон и на ваикра посмотреть какой-то полезный урок который будет полезен и моей душе и мне лично всем шалом всем шалом я очень-очень рада быть здесь с вами в эфире спасибо большое что вы есть и так наверное мы уже начнем потихоньку все подключается всем шалом шалом из петербурга шалом говорил всем привет всем шалом и так начнем с того представьте сейчас будет не очень приятная картина такая представьте себе представьте себе человека который я скажем так без определенного места жительства до лишился всего что у него было не знаю обманули его предали да или такое испытание он проходит сейчас в своей жизни да и он очень давно скажем там не следил за тобой да не мылся не мылся скажем так грубо да в общем заросший весь неприятно пахнет да такой человек и и вот он валяется где-то там где-то там в неприятном месте в таком да и все его избегают ведь правда вот если быть честными если человек приятный то нас к нему тянет это приятно приятный человек да если человек бывают люди да когда они ну отпугивают когда ну нам неприятно пахнет да ну ну когда реально вот давайте мы будем честными между собой когда человек отпугивает от себя там не знаю там 10 дней не мылся ну в общем не ухаживать за собой это то что пугает несомненно мы должны уважать друг друга уважать этого человека но мы хотим не хотим но вот на интуитивном уровне отталкивает и вот представьте что царь не знаю президент да если сравнивать с нашим поколением президент решил выйти со своей там палатой министров со своими помощниками с переводчиком одел свои лучшие одежды вышел на улицу и подошел вот к этому вот человеку да и говорит пойдем сама со мной начал его обнимать повел его не знаю в повел его в свой в свой этот парламент до в здание парламента повел его к себе домой помыл его переодел показал ему там свои достоинства что у него есть да еще и сделал какой-то подарок большое сокровище как после этого этот человек будет относиться к царю ну вот представьте вообще он никому не нужен был все его брезгивали брезгивали ним да ну вот такая тяжелая у него была судьба да вот столько с ним всего и тут выходит там президент и так с ним обращается и прям берет его к себе и и внимание уделять да что после этого будет человек чувствовать да что он он просто будет вау в каком-то восторге и и царь он будет для него и этот президента он будет для него самым близким человеком самым нужным да это тот кто принял его кто его поменял да и это сравнивается вместе с нами когда мы были с вами в египте мы были там рабами мы были там в очень очень плохих условиях мы были там уже не буду говорить какие какие наказания нас постигали да как детей наших приходил например египтянин он видел что ты там не успел сегодня закончить стену да по времени брали детей еврейских и муровали в эти стены и это правда это пишется об этом понимаете муровали вот этих вот детей я не знаю били их уничтожали запрещали не знаю ну но это ужасные да вещи и ну не хочется в них прямо сейчас да так вникать просто представьте себе вот эту да картину и как приходит ашем всевышний царь президент выводит нас из этого до забирает нас из египта как вот этого вот человека без определенного места жительства да он пруд президент взял к себе так и нас еврейский народ шум и там никому не нужны были над нами издевались да и всевышний нас вывел из земли египетской и что он сделал он повел нас к ресиной и дал нам самое сокровенное что есть в этом мире что было он дал нам тору именно нам да как как он нас выбрал у нас вытащил он дает нам постоянно силы он дает нам развиваться он все нам дает ашем да мы живем благодаря нему и как после того как что всевышний так с нами поступил он да нас вы вывел да из египта он да дал нам тору это инструкция по жизни да всевышний говорит выберите благословение я вам даю поверьте мне на слово если вы будете служить мне и не будет у вас другого бога и будете соблюдать мои заповеди я обещаю вам что я дам вам благословение да богатство все что хотите здоровье я все вам дам можете испытать меня всевышний говорит и это реально самый самый большой подарок теперь а как мы должны на него реагировать мы должны быть благодарными всевышний спасибо ты о нас вспомнил ты нас вывел ты нам дал такой подарок да банальный пример кашрут да сказано не вари козленка в молоке матери его именно из-за этого мудрецы постановили закон что нам нельзя кушать молочные вместе с мясным да они постановили что после молочного через час только можно кушать мясо и после мясного только через шесть часов можно кушать молочку это мудрецы постановили тысячу лет назад и только сейчас наука определяет что это таки да полезно что мясо оно слишком тяжелое на организме когда она там перемешиваться в общем это вредно да и вдруг наука доказывает что да это вредно я не говорю что мы еврейский народ кушаем кошерно потому что это полезно нет потому что нам так сказал всевышний мы это делаем и очень 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 многие вещи что может быть мы даже не понимаем мы делаем потому что мы говорим всевышний папа ты нас принял ты нас взял к себе надо все я делаю так надо зачем мне задавать лишние вопросы надо так надо теперь хотелось бы затронуть еще одну тему однажды к рэбе подошла маленькая девочка но она была с семьей они пришли к рэбе на ехиду на иудеение на иудеенцию в комнате и когда рэбе уже поговорил с родителями он обратился к девочке ты хочешь что-то спросить у меня девочка она настолько настолько рада рада была что ей дали слово что она может рэбе спросить и она говорит рэбе а что вы скажете насчет ядерной энергии она плохая или хорошая бомбы которые есть да атомные бомбы это это плохие вещи или хорошие рэбе улыбнулся и сказал скажи мне пожалуйста нож который стоит у тебя на кухне он плохой или хороший она говорит ну смотря как я его использую и рэбе говорит вот всевышний нам дает в этом мире все ве все вещи к скажем так правильному пользованию и вопрос это полезно хорошо или плохо в том как мы это используем нож он может быть и плохим и хорошим да в зависимости от того как мы его используем не знаю телефон в зависимости от того как мы используем что мы в нем делаем что мы в нем смотрим в зависимости от этого он может быть или плохим или хорошим да не знаю там разговор с кем-то да еще что то вот это вот все только от нас зависит это хорошее или плохое, в зависимости от того, как мы это используем. Кстати, то же самое можно сказать и по жизни, то, что с нами происходит. То, что с нами происходит, например, с нами происходят хорошие вещи или плохие? Если мы смотрим, что это хорошие вещи, пытаемся всё равно разглядеть в этом, находим, за что мы можем благодарить Всевышнего, то уже мы проживаем хорошую жизнь, потому что каждый день мы за что-то, мы зацикливаемся на хорошем, да? Когда же мы зацикливаемся на плохом? А где вы хотите найти хорошее, если вы застряли в плохом, да? Где мы это хотим найти? Так, да, вот, ну и скажем так, последнее, напоследок такой анекдот про мотивацию я сегодня прочла, как шёл мужчина по базару, по рынку и увидел, как стоит мужчина, держит вот так коробочку, и крыса, она бегает на этой коробочке, бегает и прыгает так, он говорит, как ты её надрессировал, надрессировал, что крысу реально надрессировать? Он говорит, да, что правда, она так прыгает и крутится, что? Ну-ка, продай мне её. В общем, он говорит, ну хорошо, вот столько-то продал. Ну и на следующий день тот приходит, возмущается, такой, ты что мне продал, она у меня вообще не прыгает, сидит там, греется, не прыгает, не кувыркается, ничего не делает, как у тебя. Он говорит, а ты под низ зажёг огонь, чтобы она прыгала, да? Так иногда, чтобы нам двигаться, да, чтобы наконец-то сделать то, что мы давно планируем, да, набраться вот этих сил, мотиваций, надо, чтобы нам вот этот огонь, да, чтобы что-то вот так случилось, чтобы нам... Или, да, в тот момент, когда мы понимаем, всё, так больше нельзя, надо меняться, всё. Всевышний, я поняла, я поняла, на что ты всё время мне намекаешь, надо меняться. Так вот, давайте мы не будем ждать вот этого огонька под ногами, да, вот этого пинка, дай Бог, чтобы только хорошие события, события нас вдохновляли, мотивировали, чтобы мы достигали очень многого, вот, поэтому всё в наших руках, в зависимости от того, как мы это используем. И я желаю нам всем мудрости и сил, и радости, и вдохновения использовать все-всё происходящее в нашей жизни правильно, с умом, к добру, к добру и для себя, и для своей семьи, и для окружающих ваших семей, вот, и для всего народа Израиля. И пусть скорее придёт Машех, и тогда не будет зла, будет только сплошное добро, не будет смерти, вот. Спасибо всем большое, хорошего всем вечера. С вами была Хана Зельцер. Всем пока-пока.